Щелковские госавтоинспекторы и члены движения юных инспекторов давно ведут совместную работу по профилактике безопасности дорожного движения. На железнодорожную станцию Щелкова приехали участники отряда из Лосино-Петровского городского округа. Ребята из его пресс-центра работают над съемкой социального ролика на тему безопасного поведения на железной дороге. В их руках смартфон становится полезным инструментом для того, чтобы донести до сверстников. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Свои видеоработы юидовцы размещают в соцсетях. Для наибольшего охвата зрителей инициативу поддержали и Щелковской госавтоинспекции. Профилактика такая должна быть обязательно, потому что мы профилактируем как раз-таки дорожно-транспортные происшествия, чтобы их исключить и тем более детский дорожно-транспортный травматизм. Вместе мы делаем одно дело, они молодцы, продвигают всю эту безопасность в наши соцсети, в наше общество. А мы им обязаны помогать, мы будем это делать, потому что мы стремимся к одному – к безопасности на дорогах. Одно из самых опасных явлений на железной дороге – зацепинг. Подоросковое хулиганство все чаще оборачивается трагедиями, поэтому эту тему юидовцы не обошли стороной. Машинист Борис Катюшов наглядно показал ребятам, чем опасно экстремальное передвижение между вагонами. Во время движения у нее так называемый люфт. Стоять на ней очень и очень опасно. Был у меня один случай, когда я поднимал вагоны и проезжал мимо нашего здания, где у нас сидит диспетчер. Группа молодых людей, человек 5-6, сидели на хвостовом вагоне. Я их, конечно же, не видел, потому что состав, я не помню точно сколько, вагонов 10-15 был. Диспетчер увидел их в окно, дала мне команду, я применил экстренное торможение. Ну, детвора, конечно, рассыпную. Девчонки и мальчишки, школьники и студенты, подростки и взрослые. Не совершайте необдуманных поступков. Зацепинг – это не круто. Берегите свою жизнь, она у вас одна. Стоит помнить, что эти и другие меры по профилактике безопасности дорожного движения неэффективны, если каждый из нас не будет собственным примером показывать, что на железной дороге нужно быть предельно внимательным и осторожным. Продолжение следует...